Тепловизионный монокуляр Pulsar Helion включает в себя следующие элементы. Линза объектива из Германии с механизмом фокусировки. Фиксатор объектива. Он присутствует только в моделях Helion XP. Окуляр с кольцом диоптрической настройки под индивидуальные особенности зрения. Литий-ионный аккумулятор IPS-5 с возможностью замены на аккумулятор повышенной емкости IPS-10 для более длительной работы. Управление прибором осуществляется с помощью пяти кнопок на верхней части корпуса. Кнопка включения, выключения питания. Кнопка навигации вверх. Кнопка меню. Кнопка навигации вниз. Кнопка записи. Порт microUSB можно использовать как для питания устройства, так и для загрузки записанных данных на ПК. Монтажное отверстие с четвертьюймовой резьбой для установки Helion на штатив. Включение прибора. Для того, чтобы начать работу с тепловизором Helion, выполните следующее действие. Установите батарею в прибор и нажмите на рычажок. Нажмите кнопку питания один раз и подождите. Через несколько секунд на экране появится логотип Pulsar. Вскоре появится изображение. С помощью кольца диоптрической настройки добейтесь четкого изображения краев экрана и иконок. Таким образом, картинка настраивается под индивидуальные особенности зрения. Эта процедура выполняется только один раз. Направьте устройство на объект наблюдения и кольцом фокусировки объектива добейтесь четкого отображения объекта. При наблюдении другого объекта эту процедуру можно повторить, если необходимо. Меню и настройки Helion. Кнопка питания имеет несколько дополнительных функций помимо основной. Короткое нажатие при включенном приборе инициирует калибровку сенсора. Во время калибровки изображение застывает на короткое время и слышен щелчок. При удерживании кнопки менее трех секунд дисплей выключается. На экране появится надпись «Дисплей выключен». Удерживание кнопки в течение более трех секунд полностью отключает устройство. Короткое нажатие кнопки навигации вверх переключает черно-белую цветовую палитру. В случае, если тепловизор находится в цветовом режиме, активируется черно-белая палитра. Длительное нажатие кнопки вверх включает и выключает встроенный Wi-Fi. Значок внизу экрана показывает статус Wi-Fi. Короткое нажатие кнопки навигации вниз активирует цифровой зон. Увеличение выполняется ступенчато, масштабируясь вплоть до самого высокого коэффициента, а затем возвращаясь к оригинальной кратности прибора. Длительное нажатие активирует функцию «Картинка в картинке». На экране появляется дополнительное изображение с увеличением. Длительное нажатие кнопки записи позволяет переключаться между режимом фото и видеозаписи. Соответствующий значок отображается в верхнем левом углу экрана. Короткое нажатие в зависимости от выбранного режима активирует видеозапись или снимает фото. Во время видеозаписи кратковременное нажатие приостанавливает запись. Длительное нажатие кнопки записи останавливает видеозапись. Кнопка «Меню» может использоваться для доступа к двум типам меню — «Горячее меню» и «Главное меню». Короткое нажатие кнопки активирует «Горячее меню» в правой части экрана. Для переключения между настройками «Горячего меню» повторно нажимайте кнопку «Меню». доступны следующие настройки. Увеличение, дальномер, яркость, контраст. Каждая отдельная настройка может быть отрегулирована с помощью кнопок навигации. Стадиометрический дальномер позволяет оценить расстояние до объекта известной высоты. Для этого объект нужно расположить между двумя линиями на экране. Если это необходимо, линии можно перемещать ближе или дальше друг от друга для лучшего соответствия высоте объекта. Для справки доступны три объекта. Зайц 0,3 метра, дикий кабан 0,7 метра, олень 1,7 метра. Для входа в главное меню устройства нажмите и удерживайте кнопку меню. Навигация между функциями осуществляется с помощью кнопок навигации вверх и вниз. В главном меню доступны следующие настройки. Активация Wi-Fi, режимы наблюдения, лес, горы, обнаружения, цветовые режимы, горячий-черный, красный-горячий, красный-монохромный, радуга, ультрамарин, фиолетовый, сепия. Режимы калибровки. Автоматический, полуавтоматический, ручной. Настройки Wi-Fi. Настройка пароля сети Wi-Fi. Настройка уровня доступа, владелец или гость. Общие настройки. Язык. Дата. Время. Метры или ярды. Настройка объектива. Сброс настроек по умолчанию. Форматирование карты памяти. Настройка удаленного управления. Функция восстановления битых пикселей. Информация об устройстве. Смена объектива в моделях Helion XP. Выключите устройство перед снятием объектива для предотвращения повреждения датчика. Потяните фиксатор объектива в направлении окуляра, чтобы освободить объектив. Поверните объектив против часовой стрелки до упора и вытащите его из корпуса прибора. Ставьте другой объектив в корпус и поверните его по часовой стрелке до упора. Чтобы убедиться, что значения увеличения на экране и дистанция отображаются корректно, выберите соответствующую модель объектива в меню настройки объектива. Мобильное приложение StreamVision. Чтобы начать работу с приложением, активируйте Wi-Fi в устройстве. Это можно выполнить двумя способами. Нажмите и удерживайте кнопку навигации вверх, пока не появится значок Wi-Fi внизу экрана. Войдите в главное меню и активируйте Wi-Fi в настройках активации Wi-Fi. На смартфоне введите настройки Wi-Fi. Выберите сеть с названием Helion. Последние четыре номера в названии сети совпадают с серийным номером подключенного устройства. Смартфон запросит пароль к Wi-Fi сети устройства. По умолчанию пароль 12345. При необходимости его можно изменить в настройках устройства. После запуска приложения StreamVision появится главный экран. Название подключенного устройства будет отображаться под значком StreamVision. В нижней части экрана пять иконок. Мои устройства, файлы, видоискатель, поток и настройки. Мои устройства позволяют вам проверить информацию об устройстве, проверить наличие новой прошивки для устройства и обновить ее. Мои устройства также предоставляют доступ к настройкам устройства. Опция «Файлы» обеспечивает доступ к файлам, хранящимся в устройстве. Файлы можно загрузить на смартфон и просмотреть с помощью встроенного проигрывателя. Видоискатель показывает изображение с устройства и позволяет пользователю удаленно управлять некоторыми функциями тепловизора — увеличение, цветовая палитра или видеозапись. Опция «Поток» позволяет запустить трансляцию на YouTube. Для этого необходимо выполнить три простых шага. Переключить смартфон в режим потоковой передачи. Подключить и подтвердить учетную запись YouTube. Поделиться с друзьями, отправив им сообщение со ссылкой на лайвстрим. Опция «Настройки» содержит параметры и вспомогательные функции мобильного приложения.